«Квартета И» выходит фильм «Квартета И», а не фильм «Мой». Мне хочется попробовать сделать что-то самому, чтобы подписаться под этим. Вот сделал, например, «Последний Многотырь», да, и он собрал 1,7 миллиарда рублей. Да, и молодец. Дима Дейченко, он очень большой профессионал, очень вдумчивый, хороший режиссер. Вот, ну просто сейчас его путь в ту сторону, а нашу в эту сторону, ничего в этом страшного нет. А тогда вы смотрите, как звучит наш режиссер, и зовут ее Флюза Фаркшапа. Ну, красиво. Учитывая, что нашего оператора зовут Антуан Вивас-Денисов, ощущение, что мы их подбирали специально. Во-первых, специально, во-вторых, глядя на афишу такого фильма, конечно, можно сказать, что это фильм «Фестивальное кино». И называется «Приключения Флюза и Антуана». Нет, называется «Приключения венесуэльского подростка в спальном районе Уфы». Один из актеров вообще – Камиль Шабильевич. Камиль Шабильевич Ларин. У нас еще есть один немецкий артист, который действительно был привезен из Германии. Симпатичный и хороший артист. А, это болельщик это? Болельщик, да, болельщик. Это специальный немец. Да, специальный немец. Мы хотели именно немцам, чтобы был настоящий немец. Нет, они тоже, это экспаты, один из них, только половинка русских, вот все остальные вокруг. А это уже немцы, кто-то экспаты, кто-то экспатей. Сейчас. Кто-то половинка. Спасибо. Второй вопрос. Отношение Ваше к Петербургу. Почему-то при просмотре картины кажется, что Москва у Вас так для работы, а вот Петербург что-то из души, причем вот из Вас никто не родился в Петербурге, для Вас ни для кого-то не родной город. Но все работают в Москве. Да, все работают в Москве. Почему такая вдруг магия? Почему в Петербург? Почему именно такое какое-то складывается впечатление, что для Вас это что-то особенное? Ну, на самом деле, действительно, очень надо заложить на Вашем вопросе много ответов. Потому что, в любом случае, когда у тебя рутина в определенном месте, даже если это место самое потрясающее, все равно тебе хочется сменить ее на другое. А тут, ну, нам нравится Москва, мы счастливы, что мы там живем и работаем. Но приехать в Санкт-Петербург на отдых, на уикенд, на неделю, на газ, сторожен, летом, да и сейчас, это большое удовольствие. Вообще, надо сказать, вот я сейчас подумал, что все три фильма, а это мы снимали в трех пальмирах российского государства. И что-то в них есть такое, и в Москве что-то такое есть, чего нет в других городах, и в Одессе, и в Питере. В принципе, если говорить о Советском Союзе, то это три самых любимых города Советского Союза, наверное, наши. Ну, еще, Киев и Киев. Это чем отличается в Москве, нет, конечно, тоже в Москве узнают, но там в основном люди как-то вот бегут по своим глазам, и глаза, пускай там, или вниз, или в сторону, вот они несутся вот в Питере, что я отметил, люди поднимают глаза и смотрят. И не говоря уже в Одессе, в Одессе просто заговариваются, когда выцепут говорят. Медленнее идут, значит, внимательнее смотрят, обращают внимание, в плане того, что здесь больше узнают, хотя эти сети там больше узнают, не потому, что больше узнают, а потому что медленнее... Потому что видят, а потому что они не идут, да, видят, вглядываются в лица, вот, ритм другой. Спасибо. Спасибо. Еще последний вопрос. Вы не скрываете, да, что для вас это все-таки коммерческий проект, это коммерческая тюрьма. То есть вы таким образом... Мы не скрываем, что и любой театральный наш спектакль это коммерческий проект. Да, да, то есть ваша творческая деятельность это в первую очередь способ зарабатывания денег. Нет, не в первую очередь. Мы всегда говорим, что мы, безусловно, делаем то, что нам хочется, и то, что нам нравится, и мы стараемся не подстраиваться к вот... Не в последнюю. Не в последнюю. Согласен. А мне кажется, это, да, вы сейчас задаете вопрос, и мы будем отвечать. То есть в 2007 году вышел ваш день выборов, фильм по вашему успешному спектаклю. Так вот, политическая сатира, да, то есть достаточно смелая по тем временам, и которая смотрится очень актуально сейчас. Стоит ли от вас ждать чего-то подобного в дальнейшем, в будущем? Потому что сейчас к этому как никогда, наверное, располагается и ситуация, и страна. Стоит ли ждать от вас чего-то подобного? Или вы будете концентрироваться на каких-то человеческих отношениях к вашей творчеству? Можно я отвечу, потому что я вчера не присутствовал в нашем кабинете, меня Сережа позвал, наш соавтор, просил прийти, сказал, у него есть идея. Сережа самый рьяный такой из нас, вглезающийся, участвует в политических всяких размышлениях, он придумал такой ход. Он говорит, давай сделаем такую сатирическую комедию, ну, по сути дела, иллюстрация, то есть, вся страна слушает всю страну. То есть, да, сидят ФСБшники и всех слушают. А интеллигенция для того, чтобы их забить в толку, придумывает способ. Она все время что-то говорит. Она говорит, чтобы они утонули в словах. Она читает толстого, поваренную книгу, они сидят, а там уже санкции, значит, все, нету ни чипов, ничего. Они сидят на эти бабины, записывают это и пытаются расшифровать. И таким образом, вот. Я ему сказал, нет, не надо делать такой спектакль. То есть, не ждать. Это как раз спектакль, который делать не нужно. Как мне кажется, мы затрагиваем конъюнктуру и политику в наших спектаклях. Письма и песни, если смотрели, там есть монолог про Россию, Саша его читает. Есть большой кусок, связанный с Единой Россией. У нас не так любой бойки, чего-то нет. Но делать памфлеты мы не хотим. Мы даже и День выборов не делали как сатиру. Мы хотели поместить наших персонажей в какие-то экстремальные условия. Вы думали, вот такие экстремальные условия? А по поводу того, что ситуация располагает, на самом деле, вы знаете, не странно, нет. Мы же сделали День выборов два, исходя из того, что... Ну, если бы я не могу сказать, что это... Вернее, очень показательная была реакция, когда мы искали режиссера на фильм День выборов два. Мы написали сценарий. И мы дали прочитать двум режиссерам. Я не буду называть, но режиссер, который снимает кино, занимается. Один сказал, что... Ну, ребят, ну сейчас... Это был 14-е годы. Сказал, ребят, сейчас такая ситуация вообще напряженная, острая. Вы пишете, но там вообще не о чем говорили. Так, просто мягко, и так я не буду этим заниматься. Другой прочитал, я не могу это снимать слишком остро. Понимаете, да? Вот такая была реакция. То есть люди очень по-разному оценивают, фиксируют политическую ситуацию. И сейчас... Вообще, любое высказывание, вот выходящее в какое-то информационное поле сейчас, вам проставит таким... Ну, политическое высказывание. А проставит таким количеством гадостей, что мне кажется, как раз сейчас не время об этом говорить, а время говорить человеческим языком, сохраняя тот способ общения, и мышления, и жизни вот в этой вот всей тяжелой достаточно... То есть не расставляя акценты, не расставляя акценты по поводу политического действия одного и другого, этот плохой, этот хороший или наоборот, а просто говоря на какие-то вечные темы, потому что политические действия... Да нет, вечные, современные. А в доброта, тепло и так далее, искусство, там, это все останется. Мне кажется, по-моему... А мы не избегаем политических тем, но вот заниматься, собственно, сотейлой на сцене не хочется. Да, этого человеческого просмотра как раз не хватает. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Просьба подходить к микрофону. Мне так нравится. Прошу вас. Здесь еще. Сережа вопрос. Кто это? А, сейчас займите. Нет, извините. Давайте, вы... Александр Зименский, Таск. Скажите, пожалуйста, а как вы будете отмечать юбилей вашего театра? Вы упомянули об этом? Будете как-то делать? Ну, вы знаете, мы сами не знаем, сами не знаем потом, но Крокус мы на 7 ноября этого года сняли. Значит, что-то сделали. Ну, как-то будем 25 лет все-таки сушить. Ну, наверное, мы все-таки будем в Крокусе, на большой площадке, надеемся ее собрать. Крокус, Крокус. И вот просто вынем, постоянно. Ой, вот же важно про Крокус сказать, что 19-го у нас выходит фильм и как бы ввенчает наше сотрудничество с БИ-2, спектакль, концерт в Крокусе 19-го марта, письма и песни. Сразу на следующий день после выборов. Учитывая, что это все будет в Москве, это сам Пизякурс самый очень важный. Кто-то приедет, не знаю, что делать 19-го марта. Слушай, а я... Это, как мы говорим, на следующий день после выборов президента Российской Федерации и президента Российской Федерации. Да. А это же по волоколам, и это, в общем, почти в вашу сторону. Да, 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 да. Так, кстати, совсем. Можете-ка подъезжать. Спасибо. Ваши вопросы? Скажите, пожалуйста, Сергей Сильянов впервые стал продюсером вашего фильма. Как это получилось, и что он внес вообще в вашу фильм? Деньги. Он внес деньги. Он со-продюсер. Он со-продюсер, да. Ну, мы с Сергеем Михайловичем хорошо сотрудничали на мультфильмах. Иван Царевич и Серый Волк. Мы написали сценарий первого и третьего мультфильма. Вот. А сейчас у нас возникли некоторые проблемы с получением финансирования из фонда кино. И с помощью Сергея Михайловича, ну, это, с одной стороны, финансовая поддержка, а с другой стороны, конечно, его опыт и так далее, и так далее. То есть мы, в общем, на данный момент, пока не вышел фильм, мы очень рады сотрудничеству. Посмотрим, что будет в конце проката. Но мы, в общем, рады, что мы сотрудничаем с нашим кино. А в творческий процесс он не вмешивается? Вы знаете, нет, он в этом плане абсолютно... Мы его привлекали, просили посмотреть кино. Он давал какие-то советы, и все. Ну, да, да. Он после наших просьб. Да, да, мы всегда устраиваем читку сценария, приглашаем людей, мнение, которое нам важно. И, естественно, Сергей Михайлович был, услышал, что-то подсказал, что-то прокомментировал, с чем мы согласились, с чем-то нет. Квартиру закладывает Петриец? Квартиру закладывает Саша, мы ведь... Нет, но мы сейчас пока сняли, и там посмотрим. Очень рассчитываю на хороший прогноз. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей за то, что приехали в пресс-центр ТАСС. Спасибо большое. С наступающим вас праздником. Спасибо огромное. Спасибо.